Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать на мой канал! Я считаю, что, наверное, в данном случае метеорит это как раз-таки то средство, которое либо подходит кому-то, либо не подходит, и всё это индивидуально. Но сегодняшний ролик у нас посвящен не люксу, а наоборот масс-маркету, а конкретно вот этому хайлайтеру от Essence, который называется Strobing. Я вам рассказывала об этом средстве в своём ролике о покупках бюджетных и, в общем-то, говорила, что хайлайтер этот мне понравился, он неплох, а я его оценила, по-моему, тогда на четвёрочку. В нём, в общем-то, есть достоинства, есть недостатки, но давайте обо всём поподробнее. Хайлайтер находится вот в такой вот пластиковой упаковочке, сделанном в виде шайбы. Ничего необычного, в общем-то, нет, название написано поверх этой пудры, но в целом смотрится всё достаточно лаконично, простенько, ничего выдающегося, конечно же, здесь нет. То названия со временем начинают стираться, если вы будете носить очень часто, возможно, эту пудру в сумочке. В целом, похвастаться упаковкой, конечно, вряд ли вы сможете, но, конечно же, привлекает внимание сам продукт, который находится внутри. Средство это очень мелкого помола, если вы присмотритесь, вы, скорее всего, даже не заметите здесь каких-то крупных блёсток из шиммера. Более того, скорее можно сравнить этот хайлайтер с пудрой, которая имеет светоотражающие частички, но их здесь чуточку больше, чем в обычной пудре. Сама по себе пудра очень мягкая, очень шелковистая, буквально пару движений, и вот она уже у вас на пальчике. Текстура этого средства хоть и сухая, но всё-таки не сильно пылит, поэтому можете за это не переживать. Что касается цвета, то я думаю, вы тоже это заметите. Я бы сравнила этот хайлайтер с каким-то таким очень сливочным, нейтральным оттенком. Он не имеет как такового розового потона или потона золотого, он скорее вот именно действительно нейтральный, натуральный, придающий вашей коже свечение. Но тут отдельный момент. Один из моих кистей с этим средством абсолютно никакого эффекта на вашем лице не дашь, чтобы хайлайтер начал подсвечивать вашу кожу, нужно его наслаивать. Потому ни о каком стробинге, ни о каком влажном сиянии и речи не идёт, блескучего хайлайтера вы здесь точно не увидите. Скорее вот именно такое очень нежное, очень деликатное, практически незаметное сияние на вашей коже. Но по прошествии времени я заметила, что этот хайлайтер от Essence, так же как и некоторые другие сухие средства этой фирмы, имеет один серьёзный недостаток, заключающийся в том, что как только стирается верхний слой, обычно шиммерный, под низом данное средство становится несколько матовым. Оно имеет более какой-то приглушённый оттенок и особо на лице не становится видно, то есть таким образом оно становится менее пигментированным, что ли. И потому, чтобы придать сияние вашему лицу, потребовалось гораздо больше времени, чем обычно, и я, если честно, его ненадолго столжила в сторону. Чуть позже я вернулась к этому средству и стала его использовать немножечко не по назначению. Я брала вот такую вот кисть, которую я обычно наношу румяна, хайлайтер, бронзен и очень лёгким слоем наносила его на всё лицо, таким образом как бы фиксируя этот макияж, тот тон, который у меня есть, и, собственно, таким образом шла на работу. Как только я стала так делать, на меня просто посыпались комплименты, говоря о том, что у меня очень красиво выглядит лицо, какое же оно у меня сияющее, такое ощущение, будто я сделаю какие-то процедуры на своём лице, как будто она у меня прям пышет здоровьем, холёная, красивая. В общем, приятных эпитетов было просто нескончаемое количество, и в этот момент я вспомнила, что очень похожий эффект дают метеориты от Герлен. Они вроде бы делают ваше лицо матовым, но в то же время придают сияние, то есть как бы кожа подсвечена, она светится изнутри. И знаете, я бы, наверное, не снимала этот ролик, если бы несколько моих знакомых, в том числе и подписчиков, не заметили, что это средство по финишу очень напоминает метеориты от Герлен. Я сейчас ни в коем случае не хочу утверждать, что это полноценный аналог, я надеюсь, что вы услышите меня правильно, но в то же время продукты между собой правда очень похожи. Я, конечно, для наглядности решила сегодня эту пудру на лицо нанести, чтобы показать вам, как это красиво смотрится, но понимаю, что всё-таки камера не передаёт, к сожалению, как, собственно, и не передала бы, если бы я нанесла шарики Герлен. Я думаю, вы многие об этом знаете, что вот это вот красивое сияние, которое видно вживую, оно всё-таки, вот в прямом смысле этого слова, не передаваем. И на этом я, наверное, буду заканчивать этот ролик, надеюсь, что он вам понравился. Ещё раз повторюсь, я ни в коем случае не умоляю достоинства метеорита Герлен. Кому нравится, кто их любит, пожалуйста, я не претендую, покупайте. Я лишь высказала своё мнение и надеюсь, что вы меня услышали правильно. Всё, на этом буду прощаться. Как всегда, всем желаю удачного дня, хорошего настроения. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»